Мы провели исследование, и мы создали биосферу. Мы построили ее пять лет назад. То есть у нас уже есть информация из пяти лет исследований. И я читаю лекции группе студентов вот здесь, до создания первой биосферы. Это прототип первой в мире биосферы с повышенным давлением. Мы воссоздали условия первоначальной Земли. Например, у нас было более сильное электромагнитное поле. У нас там более сильное электромагнитное поле. Вы видите осилоскоп над цилиндром биосферы, где мы следим за силой биополя. В мире до наступления потопа атмосферное давление было приблизительно в два раза больше, чем сейчас. И у нас давление там в биокамере в два раза больше. В мире до потопа у нас был более высокий уровень кислорода и углекислого газа. И такой уровень создан в биосфере. В мире до наступления потопа было преобладание розового света из-за определенных физических процессов. И то же самое в биосфере. У нас отсутствует ультрафиолетовая радиация, потому что оволочка вокруг Земли исключала эту радиацию. Давайте посмотрим на результаты. Вот здесь я вместе с профессором Робертом Коппервилдом, и мы берем яд у змеи медянки. Я делал это один раз. Обычно я прошу об этом моих помощников, потому что я директор проекта, и у меня есть привилегия распределения обязанностей. Обычно я так и делаю. Но, чтобы заснять это, я держал пузырек один раз. Но обычно я сам снимаю. Вот у нас есть фотография этого эксперимента. Это медянка. Но гремучая змея даже интереснее. Гремучая змея, возможно, самая сложная из всех рептилий. Она как живущая вакцинация, сотворенная медицинская помощь. Позвольте мне продемонстрировать это. Когда вы приближаетесь к тому месту, где спряталась гремучая змея, она знает, что вы приближаетесь задолго до того, как вы узнаете, где она. Она лежит на земле, и змея может уловить вибрации. Она улавливает и распознает вибрации, и они как бы проходят через электромагнитный фильтр. Она знает, какие из них нормальные. Она знает, или это зайцы, или это олень, или это кабан. И также она знает шаг человека. Она знает, что вы приближаетесь благодаря вибрации Земли, которые она улавливает. Потом она начинает выпускать язык. Когда она выпускает язык, она закручивает его, так что язык принимает треугольную форму, чтобы он мог собрать информацию о том, что ваше тело выделяет, токсины, которые вы выделяете, потому что мы все выделяем токсины, и непонятные, нетревожные сигналы. Змея высовывает язык в воздух, собирает эту информацию, и точно знает, откуда вы идете. Змея знает, что вы приближаетесь, и у змеи есть железы, ядовитые железы. Эти железы очень чувствительны, и согласно специальной литературе, они могут уловить изменения в температуре воздуха до одной тысячной градуса. На самом деле, когда вы приближаетесь к змее, змея может по-своему увидеть термическое строение вашего тела, термоокраску. И она продолжает высовывать свой язык. Она не просто высовывает язык. Язык проходит мимо желез Якобсона, которые находятся на Нью-Берта. Эта железа имеет очень сложное строение. Она определяет уровень токсичности и того, что она проверяет в воздухе. И мгновенно мозг змеи говорит, «Этому человеку нужна вакцинация». Если вы поставите палку перед змеей, которая похожа на человеческую руку, она не прикоснется к ней. Но если вы поместите человеческую руку, она укусит. Исследования показали, когда она бросается и выпускает эти клыки, которые похожи на медицинский шприц, которые прячутся в черепе, когда она выпускает их и нападает, она атакует геометрический центр горячей точки. Медицинская наука определила, когда у вас инфекция, рак, это является горячей точкой вашего тела. И это напоминает процедуру вакцинации, прививок. На самом деле, у нее нет выбора. Она запрограммирована так, она создана, чтобы делать эти прививки. В сегодняшнем мире, с потерей электромагнитной энергии и потерей кислорода, эта вакцинация может убить вас. А как насчет рая? Мы поместили змей в нашу биосферу. Мы попросили независимую лабораторию проанализировать яд из обычной группы змей и из группы змей из биосферы. Они были поражены, когда обнаружили, что мы полностью изменили структуру яда змеи. Это новейшая технология. Вы когда-нибудь видели яд змеи под электронным микроскопом? Он переплетен, как макароны. Но яд змеи, которая провела несколько недель в нашей биосфере, яд змеи изменился, и его структура стала, как пчелиные соты. Мы, в сущности, убрали эти изгибы, а изгибы — это основной фактор токсичности. Мы не заявляем, что мы превратили яд в сыворотку, но мы говорим, что теоретически похоже на то, что мы приближаемся к этому. Поэтому, по нашему мнению, первоначально в рае, когда мы воссоздаем мир до потопа, получается совершенно другой компонент. Независимые исследования показали, что мы усилили некоторые протеиновые структуры и уменьшили некоторые из них, и уничтожили некоторые из протеиновых белковых структур. Другими словами, эта новейшая технология может найти новые способы лечения для человечества в 21 веке, и все это благодаря модели сотворения мира Богом. Мы продемонстрировали, что в раю у змеи была неразрушительная цель. Пишите нам. Напишите, узнаете ли вы что-то новое из нашей программы «Сотворение в 21 веке». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!